Горсовет дал добро на принятие в коммунальную собственность дома Освадурова на Троицкой, 25. Это то самое здание экономического колледжа, где в декабре 2019 года случился пожар. В результате трагедии погибло 16 человек, в том числе учащиеся. Более года здание пребывает в полуразрушенном состоянии, движение по Троицкой частично перекрыто, а чиновники разных уровней предпочитают не замечать проблему. Теперь же депутаты предложили собственнику в лице Министерства науки и образования передать объект на баланс городу для восстановления памятника архитектуры. Такая инициатива вызвала споры в сессионном зале. Если мы уже берем на баланс себе это здание, чтобы мы сохранили его целевое назначение, чтобы в этом здании не появилось ничего другого, кроме как учреждения образовательного, будь то детский сад, школа, лицей, может что-то другое. Но я считаю, что если мы расходуем бюджетные деньги, то мы не должны менять целевое назначение этого объекта, так как это прописано в предложенном проекте решения. Я трошки не понимаю, каким чином, надаючи згоду на прийняття в коммунальную властность объекту с целевым призначением, мы должны прописать, что мы его должны принять без изменения целевого призначения. Будь ласка, это наше политическое видение и видение как руководство города и ответственность за этот объект, который имеет свой функционал на данный этап. Я очень прошу, чтобы мы голосовали за юридично выявленные вопросы. В результате поправку оппозиции отклонили, а проект решения проголосовали в первоначальном виде 51 депутат за. Но одесские избранники не уверены, что министерство отреагирует на их инициативу, как это бывало многократно ранее при направлении подобных обращений.